Совет депутатов Ленинского муниципального района провел очередное 10-е заседание. На повестке дня было 7 вопросов. Часть из них касалась нежилых муниципальных помещений, которые передавались в пользование общественным и государственным организациям. Также депутаты внесли изменения в бюджет муниципалитета и рассмотрели вопрос о реализации мероприятий по внедрению практики общественного формирования и обсуждения бюджета Ленинского района. Председатель Совета депутатов Валерий Венцель находился в рабочей поездке, а потому заседание ввел его заместитель Станислав Радченко. По многолетней традиции перед открытием поздравили тех, кто отпраздновал свои дни рождения в промежутке между заседаниями. После чего депутаты приступили к работе. Вопрос о внесении изменений в бюджет района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представила Нина Хованюк, заместитель начальника финансового управления администрации Ленинского муниципального района. Проект решения предусматривает увеличение доходов бюджета Ленинского муниципального района с 5 миллиардов 38,3 миллиона рублей до 5 миллиардов 921 миллиона рублей. Доходы увеличиваются на сумму до 782,7 миллиона рублей. Затем депутаты рассмотрели вопрос о реализации мероприятий по внедрению практики инициативного бюджетирования на территории Ленинского района. Инициативное бюджетирование – это механизм определения приоритетов в расходовании бюджетных средств с участием инициативных групп граждан. В настоящее время во многих странах реализуются проекты, отвечающие критериям инициативного бюджетирования. В каждой стране вовлечение граждан происходит по-разному, но везде главной целью становится активное участие граждан в процессе принятия решений. Также депутаты приняли решение о передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений, Управлению Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии и Торгово-промышленной палате. Для Фонда охраны труда депутаты утвердили льготы по уплате арендных платежей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!